Альтернативные источники энергии. Это не только про экологически чистую, но и устойчивую энергетику. А она особенно важна для регионов, развивающихся городов и, несомненно, столицы, где сосредоточена основная экономическая активность страны. Словом, важно повсеместное обеспечение электроэнергией. У нас в Кургызстане альтернативные источники энергии надо было давно развивать. То, что мы сейчас находимся в таком энергетическом коллапсе, это не сегодня возникло. Это наше вот то, что 30-летиями неэффективное управление, какие-то неправильные системы, та же коррупция, да, скажем так. Весь мир давно переходит на альтернативные источники энергии. Мы не должны там изобретать велосипед. Мы должны посмотреть и перенять опыт, как они внедряли альтернативные источники энергии у себя в стране. Альтернативные источники энергии особенно актуальны сейчас. Зимой над столицей нависает густой смог. Отечественная энергосистема в беспрецедентном кризисе, большая кредитная нагрузка. Специалисты в этой сфере говорят, в Кургызстане можно установить солнечную и ветряную альтернативы и начать заниматься этим как можно скорее. Огромный потенциал ветряных и солнечных электростанций поставить. Единственное от государства, что требуется, это создать условия для будущих инвесторов. Неважно, это инвесторы из Кыргызстана или с дальнего зарубежья. Главное, чтобы все оборудования, которые мы будем привозить в будущем, чтобы производить электроэнергию на Кыргызстане, они были освобождены от НДС, от каких-то косвенных налогов временно. Пока у нас такой кризис. По ветряным можно на юге поставить, где Шамал-де-Сай, а на севере, где Иссык-Кульская область. Если такой проект будет реализован, то это создаст благоприятные условия для сохранения экологии и роста отечественной экономики. Ремонт и модернизация Токтогульской ГЭС стоит огромных средств. Оборудование изнашивается, а сейчас и вовсе наступил период маловодия. К слову, объем воды в главном водохранилище сегодня без малого 10 миллиардов кубометров. И это только кажется, что цифра огромная, на деле же этот показатель от нормы далек. А значит, есть риск снижения уровня воды в Токтогульском водохранилище до мертвого объема. Предприняты нашей компанией необходимые меры по обеспечению потребителей необходимым объемом электроэнергии. Увеличение нагрузки на ТЭС города Бишкек. В прошлом году, если у нас выработка на ТЭС города Бишкек составляла миллиард 300 миллионов киловатт-часов, в этом году планируется выработка около 2,5 миллиарда киловатт-часов. Конечно, это не в этот год, а в последующие года. Мы должны ввести политику энергосбережения. Строгий лимит потребления электроэнергии – увеличение до максимума нагрузки на столичную ТЭС – товарообмен электроэнергией с Узбекистаном и Казахстаном. Такие меры сегодня предпринимают энергетики для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. «Если взять среднюю семью в 5 человек, то это 5 телефонов, например. Столько же, например, микроволновок, телевизоров, там не один, а два телевизора, холодильники, морозильники, например, кондиционеры летнее время. Это все, конечно, увеличило потребление электроэнергии. В этой связи, конечно же, отключать или веерное отключение – это не выход. То есть народ этого не поймет. Но тем не менее, если мы хотим, чтобы электроэнергия постоянно у нас была, то необходимо уже бережно относиться к имеющимся ресурсам». Так, из Узбекистана и Казахстана будет импортирован миллиард 650 миллионов киловатт-часов. Электроэнергия будет возвращена Кыргызстаном в летние месяцы до 2023 года. Тем временем растет население, растет и потребление электроэнергии. А тарифы, которые сохраняются уже долгие годы, не в силах вывести энергосистему хотя бы на самоокупаемость. «Людям надо максимально экономить электроэнергию. К тому же надо понимать, что электроэнергия – это очень дорогой товар во всем мире, а у нас он поставляется очень по низкой цене. Поэтому, понимая эту ситуацию, чтобы помочь всем другим в своей стране, хорошо было бы, если люди это отнесли с пониманием и экономили бы электроэнергию». Еще одной действенной мерой должно стать значительное сокращение бюджета энергокомпаний. Сумма составила миллиард 700 миллионов сомов. И надо понимать, что это шаг вынужденный. Почти на 900 миллионов сомов сокращает свой бюджет электрические станции. Северэлектро – на 477 миллионов. Без малого на 143 миллиона сомов сокращает свой бюджет ИНЕСК. В этом списке также Бишкек Теплосеть, ОШ Электро, Чакан ГЭС, Восток Электро и Джалабат Электро. Также сокращены семь членов генеральных дирекций этих энергокомпаний, 26 служб внутреннего аудита и три советника. «Это для нас достаточно болезненная и вынужденная мера. Мы на это должны пойти, чтобы хоть как-то выправить ситуацию, сбалансировать доходы и расходы энергокомпаний. Первым этапом мы сократили на 1,7 – это на 2021 год планы. У нас также мы предпринимаем меры именно по изменению тарифной политики. И вот те меры до этого, что я говорил, это все в комплексе должно нам способствовать, чтобы мы успешно прошли осенне-зимний период». А из-за ликвидации служб внутреннего аудита деятельность ревизионной комиссии для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью этих энергокомпаний будет усилена. Такая оптимизация структуры управления, по мнению экспертов в этой сфере, должна привести к кардинальным изменениям. «Оптимизация – это уже экономия денежных средств. Оптимизация – это, чтобы нормально, эффективно работать в энергосистеме. Сначала пострадает, конечно, но потом уже перейдет к аллею, поймет, чтобы с этим малым штатом работать возможно. Потому что мы привыкли, что если что, там какие-то определенные дела, мы сразу начинаем штат увеличивать. Это так не должен быть». Энергетики опасаются, что предстоящий осенне-зимний период может стать сложным. Да, они предпринимают все меры для успешного прохождения ОЗП. Но для этого и самим кыргызстанцам сейчас важно использовать электроэнергию экономно.